людмила коваль я ученица ступени безгранично благодарна вам за труд умения работаю участвовала на практике золотой буду делаю практике сажусь зеркало бутылку врагов по практике обнимаюсь и танцую меня ничего не получается они как ненавидели так и ненавидят меня говорят гадости врут пожалуйста подскажите что мне еще делать вот смотрите я вам сейчас объясню в тот момент когда человек тот вот еще раз в тот момент когда человек считает что он должен что он должен обезопасить себя от тех людей которые есть то он должен знать почему это происходит когда человек это тоже все связано с элементом любви когда человек начинает агрессивно себя вести допустим по отношению к вам то что конкретно хочет этот человек давайте я скажу если человек по отношению к вам ведет себя агрессивно допустим в семье то что хочет этот человек пока это рассмотрим что он хочет допустим то мама плохо относится ко мне там близкие там тираны меня обижают унижают они плохо ко мне относятся что же они хотят я вам хочу сказать что когда человек живет то он хочет быть кому-то нужным а также проявлением любви является элемент когда человек безвозмездно что-либо для кого-либо делает то есть вот мое служение детям является моим проявлением к ним любви а есть другой тип людей это другой тип людей которые за счет эгоизма навязывают свою любовь они говорят ты должна и там звони мне обязательно ты еще какая-то еще так еще какая-то и я хочу вам дать совет вы знаете почему у вас постоянно столкновение с такими людьми происходит потому что вы должны с ними согласиться говорят вам ты какашка говорите да я какашка мы все какашки не берите не верьте этим людям говорите то что чему я вас научу допустим вам человек говорит вы какашки и там негодяи там как ты себя ведешь с мужем ты там такая вы говорите да да каюсь да я очень часто такая но я искренне стараюсь измениться я буду все делать для вас мама чтобы измениться на сто процентов и быть такой какой вы в меня видите или какой вы хотите а вообще я вас очень ценю и ваше каждое слово ценю потому что она дорогое для меня и вообще для вас приготовила вот подарочек напекла вам мантов вашу божью душу мать и после чего вот эта мама она будет по-другому относиться поверьте мне они хотят любви но они это делают вы они ее требуют они требуют внимания и они хотят чтобы вы это внимание сделали не обломится вам когда человек говорит а как же моя нравственность как же мое мнение и так далее зачем вам это зачем вам это у меня была одна женщина она говорит а я ему говорю не хочу а я говорю а не говори не хочу ты говори я не могу потому что у меня там что-то болит она как это ну так это он говорит там людочка блюдо принеси мне там то 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 вы говорите я не могу тебе принести сашечка потому что у меня болит спинка будь другом сделай это сам пожалуйста для меня будем друг друга беречь когда я это говорил у него глаза расширялись она говорит я вообще никогда не думала что так может быть я говорю ну а вы начните и потом она мне говорит вы представляете это очень изменило моего мужа почему он начал лучше ко мне относиться приходит и говорит люда открой мне форточку я говорю не могу сашечка я себя плохо чувствую давай сам форточку откроешь после этого он говорит встал сам открыл форточку я говорю спасибо и нам всем вместе будет тепло также говорю если он вас просит что-то делать вы его просите чтобы он знал что это совместно поэтому если человек вам приказывает и говорит сделай это это начните ему его просить обычно человек думает и боится что-либо делать вот как я эту женщину обучал ей муж говорю открой форточку он говорит сашечка сделай то-то то-то я вам говорил хорошо и вот видите он ее просил что-то сделать она его он ей сашечка она ему людочка как в этом фильме любовь и голуби ну и вернемся все таки и что же делать чтобы враги отцепились хочу вам сказать смотрите мои друзья враги фактически являются прообразом фекалий говна самого настоящего пусть меня бог простит за эти слова в духовные учители ругается видите совсем недавно там несколько дней назад было выпущено компании торонто видео такое где они там каким-то образом дискриментируют дискриминируют мне там какие-то инкриминируют мне какие-то там негативные высказывания там считают что что-то не так или так делаю там организовал свою секту и так далее и сразу же создается такой вопрос это же ушат грязи то есть они это выливают как на это необходимо реагировать я хочу вам сказать уважаемые друзья первое то что они говорят это неправда доказать им это невозможно первое почему невозможно доказать для того чтобы умный человек дураку что-либо доказал он должен разговаривать с ним на одном языке и обучить его либо своему уму либо опуститься до его уровня и разговаривать с ним на его уровне так вот умному человеку бесполезно доказывать что-то дураку потому что имея ум опуститься на уровень дурака невозможно и естественно это самая большая проблема поэтому случае если вы умный человек вы дураку доказывать ничего не будете никогда почему он не поймет это бесполезно делать второе если это говно которые люди вы выливают то тогда она в свою очередь может меня загрязнить поэтому если я на него обращаю внимание и прикасаюсь к нему то я сам могу быть человеком пахнущим поэтому первое не обращайте на это внимание второе говно может превратиться в навоз а навоз в свое время может превратиться в самое настоящее удобрение а в хорошем удобрении проявляется очень хорошие условия для развития чего-то хорошего именно поэтому если на вас льют если на вас говорят если против вас ведут то не обращение внимания со временем создаст условия при котором вы начнете процветать главное не прикасайтесь к этому и тут сразу момент андрей андреевич ну а как же тогда справляться с этим состоянием которые у меня возникают когда я слышу эту информацию и начинает она меня раздражать и так далее есть эзотерический метод возьмите листок бумаги и напишите на этом листе бумаги историю о том как бы вы им отомстили говорю это серьезно потому что это исключительно психическая проблема исключительно психологическая и накапливать в себе вот такую гадость не нужно вам необходимо написать статью вот допустим взяли лист бумаги и напишите статью допустим там есть люди которые против вас что-то плохое говорят а вы напишите статью для себя на листе бумаги допустим почему вы считаете что они негодяи не должны этого делать потому что они там и начните писать это просто и после этого придумайте как бы вы хотели этим людям отомстить написанное намерение на бумаге сложите и положите где-нибудь теперь это будет являться письменным договором между их злом и вашим вашей нейро идеи данная нейро идея которая написана у вас на бумаге создаст условия поверьте мне при котором они больше никогда в своей жизни не захотят делать вам ничего плохого это удивительный такой метод поверьте мне он сто процентов работает и следующее задайте себе вопрос если вам рассказывают о том как плохо к вам относится кто-либо на рынке тогда спросите у того человека кто вам это рассказывает для чего он это делает какую он цель преследует зачем вам это знать жили бы вы себе и ничего ни о ком бы не знали кто этот человек как пел свое время а тот кто крикнул из ветвей жираф большой ему виднее помните в этой песне говорится что а кто же виноват вот тот кто кричал тот и виноват так что был прав владимир высоцкий когда говорил что жираф то ни в чем не виноват а вот тот кто попугай больше всех виноват именно поэтому тот человек который говорит вам о чем-то плохом на рынке и доносит чужие слова для вас он и является тем попугаем которого необходимо от себя отставить как можно дальше и больше не заморачиваться ну и теперь вы знаете как к этому всему можно относиться